День добрый, дамы и господа! Мы продолжаем прямой эфир на канале в спорте.ру Армада и вымпел 15-0 на ваш экран в пользу Одинцовской Армады, которая сейчас идёт в атаку и забрасывает на седьмой буквально секунде третьего периода шайбу очередную Никита Котик. Судя по всему, это был он, 58-й номер отличается в этом эпизоде на льду. Вторые составы команд, если вдруг вы не догадались. Смотрели мы сейчас повтор этого эпизода. К сожалению, потеряна связь с Ледовым дворцом вымпел, потеряна связь с моим коллегой, комментатором Евгением Якубевым, но на то есть, собственно, коллеги, которые могут выручить. С вами Сергей Богданов, ваш комментатор, и мы уже из студии в Москве продолжаем наблюдать за противостоянием в этом поединке Армады и вымпела. Ну, противостоянием, наверное, это с натяжкой можно назвать, пока что не получается. Вымпелу что-то противопоставить атакующей мощи команды из Одинцова. Гораздо лучшие у Одинцовцев дела идут на Кубки Москвы, нежели в открытом первенстве Московской области. Да и форматы разнятся на самом-то деле. В Московской области играется 3 периода по 20 минут. Здесь же, в этой возрастной группе, 2008-й год рождения, команды проводят на льду 4 периода по 15 минут и играют двумя составами. То есть, каждый состав играет по полчаса. Ну, а что касается вымпела, да, команда пока по классу, наверное, в группе В уступает Армаде. И турнирная таблица это полностью отражает. Ну, я думаю, мой коллега вам все уже рассказал в начале встречи. Сейчас давайте посмотрим за матчем вторых составов. И, естественно, к этим вторым составам перейдем. Надо же озвучить все-таки, кто появился на площадке. У вымпела это голкипер Даниэль Чебоксаринов, номер 4-й. И болевые игроки 2-й. Иван Красев, Кристина Ямайкина под номером 8-й. 9-й. Александр Машкович. Номер 10-й. Егор Ермилов. 11-й. Гордей Погонин. 13-й. Макар Кац. 20-й. Максим Кулинчин. Номер 24-й. Андрей Морозов. 28-й. Тимур Кадралеев. 45-й. Данил Гутов. 55-й. Иван Логинов. Ярослав Дубейко. Номер 74-й. И Никита Корниенко под номером 95-й. Мэмпел пытается сейчас создать атаку левым флангом. Это как раз-таки Кардалиев, если не ошибаюсь. Был 28-й номер, хотя могу ошибиться. Да, вот сейчас его в кадре все-таки нет. Ну и, конечно же, представим тренерский состав команды Вымпел. Это Дмитрий Спирин и Александр Горелов. Прошло порядка полутора минут со старта третьего периода, который, собственно, неудачно уже начался для Вымпела. Команда пропускала много в первой половине. Ну, если взять среднюю статистику, 15 шайб было заброшено армадой, то есть за каждые две минуты хотя бы одна шайба в среднем влетала в сетку ворот Вымпела. Это катастрофа, друзья, на самом деле. Не смогла оборона Вымпела выдержать этот натиск. Ну и вообще хороший вопрос, забьет ли Вымпел сегодня хотя бы одну. Сумеют ли ребята собраться. Ну вот потому, как действует сейчас второй состав Вымпела, ну, пытаются, они действительно пытаются напрягать как-то соперника, пытаются закрепиться в зоне его. Ну и отсюда можно сделать вывод, что скорее всего постараются они огорчить. Огорчить своего соперника. Сейчас соперник мог огорчить Чебоксаринова, но, ну, может быть, где-то здесь не доработали, поскольку ситуация была голевейшая и 17-я шайба должна была оказываться сейчас в сетке ворот. Быстренько по составам. Пробежимся по составу Армады. Хабзат Явлоев, номер первый в ворота. Далее. Артем Антонов, третий, пятый. Илья Школьный, тринадцатый. Никита Мурашов, номер двадцать пятый. Ярослав Крылов, тридцать второй. Владимир Куприянов, тридцать седьмой. Михаил Мякишев, Евгения Гришина, под номером сорок четыре. Пятьдесят второй. Иван Чижиков, Никит Котик, пятьдесят восьмой. Артем Харьковский, номер семьдесят пятый. Еще один момент. И бросок, и выручает свою команду Чебоксаринов. Далее. Кирилл Широков, семьдесят восьмой. Илья Якунин, восемьдесят первый. Восемьдесят пятый. Артем Буркин, восемьдесят девятый. Семен Жуков и Герман Новиков, номер девяносто пятый. Судейская бригада, два главных арбитра, обслуживает эту встречу. Александр Антипов и Александр Клинов, арбитра Федерации Хоккея Москвы. Понятно, вымпел здесь не отыграется. Понятно, что Армада наберет очередные два очка в турнирной таблице. И какой здесь бросок. И нет, гола показывает арбитр. Хотя, с какой-то позиции могло показаться, что шайба как раз-таки из сетки. Вылетела. Тем не менее, атака Армады продолжается. Не останавливаются на этом ребята из Одинцова. С трудом справляются, казалось бы, кисты вымпела. Но вот здесь уже без шансов с бэкхэнда атакует 85-й номер команды Армада. Под 85-м в заявке, как я уже сказал, Артем Буркин. И забрасывает счастливую 17-ю шайбу в сетку ворот команды. В сетку ворот команды вымпел, да. Продолжается эта тенденция. То есть, шайба, одна шайба в 2 минуты. Мне кажется, таким темпом Армада добросает не только до 20, но и до 30. Шайб, ну, будем надеяться, что все-таки вымпел соберется. Сейчас нужна борьба в третьем периоде. Нельзя расслабляться против сложного соперника. И искать, конечно же, нужно. Искать, конечно же, нужно шансы у чужих ворот. Вымпел, в свою очередь, идет в атаку. Переходит позиционное нападение. Но, к сожалению, следует потеря шайбы на ближнем к нам борту. Подбор, опять же, за вымпелом. Постарался там один из игроков. Даже не скажу, что оборона. По-моему, даже нападающий крайне был. Еще продолжается борьба. Мы видим Максима Кулинчина в этой самой борьбе. Ему там помогает товарищ по команде под 55 номером Иван Логинов. Ну и здесь арбитры встречу все-таки останавливают. Останавливают эту зарубу на ближнем борту. Ну и... Стопря, по-моему, удаление. Как мне показалось, было зафиксировано, поскольку... Вымпел сейчас остается в меньшинстве. По-моему, неправильная атака. И Данил Гутов, если не ошибаюсь, оказывается на скамейке для оштрафованных. 17-0. В нашей графике, к сожалению, есть сейчас ошибка. Все мы прекрасно видели, как второй состав команды Армада забросил. Все-таки забросил вторую свою шайбу. То есть второй состав ведет 2-0. Общий счет 17-0. Я надеюсь, коллеги, которые находятся сейчас под сводами Ледового дворца в Импел, в Новогиреево, поправят этот нюанс, поскольку даже на табло, если вы могли заметить табло, попадающее в кадр, там горит цифра 17. Нехорошо. Это нехорошо нашей съемочной бригаде забирать у Армады честно заброшенную и красиво заброшенную с неудобной руки шайбу в исполнении Артема Буркина. Итак, большинство, но Армаде что в большинстве, что в равных составах, что в меньшинстве, мне кажется, у них задача одна – атаковать. Атаковать сегодня и забрасывать как можно больше, делать разницу заброшенных и пропущенных шайб более такой внушительный, хотя и так уже нормально. Команда идет здорово, единственное поражение на старте от Снежных Барсов, причем с насчетом 10-9, обиднейшее, столько накидать, столько набросать шайб 19 на двоих и проиграть, пропустить 10, проиграть в одну шайбу всего лишь – это, вы знаете, это даже не назовешь поражением. Боролись, старались, но чуть-чуть не получилось. У выборов тоже есть, собственно, шансы набрать очки в группе В, да, сложные для них пока что соперники, но есть и команды, которые тоже пока что не могут, не могут вписаться, так сказать, в плане побед, вписаться в соревнования и выиграть хотя бы одну игру. Есть такие коллективы, это центр команды девушек «Морские львы» тоже пока что без побед, но вот и вымпел. Ну, вымпел пока без набранных, к сожалению, для них очков. Армада в атаке. Вторая попытка бросит, вот и все-таки шайба доходит до галкипера, вступает. Он в игру после, ну, не скажу, что такого сильного броска Никита Мурашова, но тем не менее. В шлем галкипера шайба попадает, арбитр не останавливает эту встречу. Смотрите, какая борьба там. Вымпел вытаскивает этот момент и, по-моему, еще одно будет удаление в этой встрече. Давайте посмотрим за тем, что происходило. Вот здесь вот как раз-таки эта атака. Показали нам, как сам того, может быть, не видел, спасает свою команду Даниэль Чебоксаринов. То, что галкипер не сплоховал, в любом случае не пропустил. Он очередную шайбу, вот уже третью бы по счету. Хорошая еще одна атака от Армады и это Нерослав Крылов. Его атака просто забросали сейчас. Вы смотрите, ворота вымпела. Кисть из Московской области, из Одинцовой. Вот сейчас вымпел сумеет, я думаю, ну, присещая бы. Да, Иван Карасев выбрасывает ее в среднюю зону. Там подбор, естественно, за Одинцова. Там никого из вымпела не было. И еще одна атака намечается. С шайбой Крылов был. Крылов не прошел по борту. Вторая попытка Артем Буркин. Он уже знает, как забрасывать сегодня. Идет к воротам. Оставляет партнеру. Набегает Куприянов. Куприянов. Бросок. И Чебоксаринов. Чебоксаринов, посчитайте, сколько подряд сейвов совершил этот юный галкипер. Если бы не он, наверное, сейчас бы еще одна за другой полетели шайбы. В ворота вымпела. Но Чебоксаринов молодцом. Несмотря ни на что. Берет и выручает. Половина периода, кстати. Уже тоже больше половины периода позади. Еще одна атака Одинцова. Подчищает на пятаке хоккеисты вымпела. Дальше борьба. До него Гутов защитник в нее вступает. Там же еще и Кристина Ямайкина попадает. Немножко под замес. Была она недовольна действиями оппонента. Ну и видели ее реакцию. Ну а это вымпел. Это Дубейка. Ну он один туда полез. В зону. Там, собственно, вряд ли были бы шансы какие-то пройти оборону. Достаточно цепко сыграли против него. И теперь уже Армада находит. Буркин налево отдал. Товарищ по команде. Дальше отдает передачу. Есть бросок. Сразу трое. Трое. Не считая голкипера. Против одного Акуприянова. Акуприянов там серию ударов по себе сейчас получил. Испытал. Но что решат вот эти два человека в полосатых свитерах? Решают, что на точке вбрасывания в зоне вымпела сейчас продолжится игра. Вымпел должен быть в пятером. Да. Выходит пятый полевой игрок. Александр Машкович чуть-чуть запоздал на свою позицию. Ну и чуть-чуть у нас пауза затягивается. Что там с экипировкой могут быть проблемы у одного из каких-то вымпела, которого сейчас отправляют на скамейку. И Майкина выходит вместо него в это звено вымпела. Армада удачно выигрывает на точке вбрасывания. Наброс на пятачок. Добивание. И шайба не вылетает в ворота. Просто уже как-то начинает вести. Вести Армаде. Спасибо коллегам. Исправили счет. Наконец-то 17-0. Загорелась. Нашей графики. Долго. Я ждал этого момента. И вот он наконец-то наступил. Ну а теперь. Что скажет нам вымпел. И скажет ли что-то в третьем периоде. Пока все идет по плану. Армады. Правда. Вот ту статистику. Они немножко подпортили себе. Забрасывать каждые две минуты. Но по крайней мере можно забросить там несколько шайб даже за одну минуту. И в свой вот этот вот график снова вписаться. Еще один штраф. И удаление. По-моему Хамзат Явлоев сейчас получает минуту штрафа. Понятно, что он отбывать не поедет. Поедет за него. Это делает игрок. Если я правильно разобрался в эпизоде, то... Армады сейчас должны остаться в меньшинстве. Вот как раз-таки некое замешательство, поскольку хоккеисты Армады пятером на площадке. Но арбитры зафиксировали бросок клюшки у галкипера. И сейчас большинство для вымпела. Ну вот он шанс появляется у хоккеистов из Новогиреева, из Москвы. Первую шайбочку организовать. Все-таки ворота Армады за 5.50 до конца. Третьего периода. Пошла борьба. В зоне вбрасывания. Ну вот эту борьбу выиграли кисты Армады. Правда, здесь одного игрочка им не хватает. Для того, чтобы продолжить. Атакующие действия на ворота вымпела. И вымпел заходит в зону. Есть момент. Сейчас нужен бросок. Бросок в ворота. Блокирован. Взрывался. Ну да, я уж, если честно, не разобрался. Какой номер? 20 вот какой. Это был, может быть, Ларченков? Ох, не может быть, Ларченков, извините. Андрей Морозов, скорее всего, сейчас атаковал. Небольшая путаница здесь со столами произошла. Но вот это уже точно Логинов. Иван Логинов. Останавливает его сольный проход. И контратака, возможно, сейчас от Кирилла Широкова. У команды нет серия взаимной. Вымпел в атаке. Логинов. Роняет его. Но в рамках правил было сыграно. Считают рефери. Логинов отыгрывает назад на Имайкину. Имайкина не проходит двоих по борту. И выпад Армады на ворота команды. Вымпел. Не пришлось здесь Чебоксаринову вступать в игру. Ответ вымпела. Макар Кац мчится вперед. Падает. Ну и снова без нарушения правил. Немножко занесло Макара на большущей скорости. Он ехал в зону соперника. Да, на встречных курсах, да, в большинство играл вымпел. Уже равные составы у команд. Момент здесь. И прижать надо шайбу сейчас Чебоксаринову. Ну там нервотрепка самая настоящая. Чебоксаринов даже так немного приложился по Никите Мурашову. Который на пятаке там позволил себе лишнего, по мнению, галкипера. Позволил себе прямой контакт с вратарем. Да, вот его и клюшечкой по блину съездил ему. Это некрасиво, я посчитал. Чебоксаринов ответил. Но в хоккее, знаешь, если не ответишь, уважаемый наш зритель, так и будут против тебя действовать. Так что здесь играют настоящие мужчины. И если словами не заходит, то приходится физическую силу применять. И это, собственно, элемент игры. К этому надо быть готовым. Немножко совсем остается до конца третьего периода. Хотя по меркам 15 минут, 3,5 минуты. Это еще, в принципе, достаточно времени для того, чтобы мы увидели голы. Голым пока 2-0 в третьем периоде. И вот здесь хорошая атака. Одинцова добить! Классный был момент. Я уж не знаю, что там помешало. Может быть, опять везение на стороне. Выпило. А здесь? А здесь? А здесь где? Шайба в воротах! Как она не была напряжена? И вот со второй попытки все-таки Никита Мурашов. Добавляет здесь эту шайбу. И она влетает за красную линию. Никит Мурашов. 13 номер. 18. 0. С ума сойти. Какой крупный счет? Так крупно в этом сезоне. Армада не побежала. Но победа еще не одержана. Да. Здесь я уж не знаю, что должно случиться, чтобы эта победа как-то от Армады ушла. Только техническое поражение, если им запишут. Хотя проводов нет абсолютно никаких. Абсолютно заслуженно команда сейчас лидирует в этой встрече. На 42-й минуте, под занавес 42-й минуты матча. Или, если хотите, на 12-й минуте третьего периода. Эта шайба вылетает в сетку ворот команды Вимпел. Армада не останавливается. Сохраняет шайбу в зоне соперника хоккеисты Одинцова. Там подкараулил защитник Илья Якунин эту шайбу. 81-й номер не дал ей выползки за синюю линию. Его команда продолжает отковать. Придача. Бросок. Ой, как красиво разыграли-то. А, 19-я какая хорошая шайба. Сейчас в сетке оказывается Куприянов. Вот он отдает. В центре здесь мастерски. Исполняет 25-й номер команды Ярослав Крылов. Армада Одинцова, 19-0, друзья. Ваш комментатор находит в себе эмоции, несмотря на то, что интриги здесь нет в этом матче. Но, тем не менее, какой красивый гол для хит-парада, можно сказать. Который, может быть, наконец-то уже когда-нибудь появится. Хит-парад лучших голов по возрастам за проведенный тур. Ну, вот если бы каждый матч попадал в телеэфир, если бы каждый матч транслировался, ну, хотя транслируется достаточно большое количество матчей, можно было недельный хит-парад составлять, выбирать, совещаться, ну, и где-нибудь в середине недели его публиковать. Я думаю, к этому мы придем на канале в спорте.ру. Ну, может быть, даже будет небольшая аналитическая передача. Я вам могу открыть небольшие такие тайны. Ну, по крайней мере, работа в этом направлении ведется. Хотелось бы, чтобы она воплотилась в жизнь. Как воплощается в жизнь еще одно взятие ворот. Вот команда из Одинцова Илья Якунин празднует успех в этой ситуации. 81-й номер Одинцовской армады не оставляет никаких шансов. Вымпелу катит шайбу с бильярдной точностью вдали угол, вдали лузу этот шар падает. Ну, просто даже не надо было сильно бросать, просто надо было точненько ее катнуть. И от штанги шайба все-таки вылетает в ворота. Везение, везение вымпела кончилось, друзья. Судя по всему, поскольку три шайбы были заброшены за очень короткий промежуток времени. Даже сейчас посчитаю, там порядка, вы знаете, минуты и 20 секунд, представляете? За минуту и 20 секунд три шайбы кладет армада в ворота вымпела. Вот это уже все идет по плану. Снова вошли в тот самый забивной свой график. Но для того, чтобы график этот выполнить, за оставшееся время армаде надо забросить еще две шайбы. Тогда будет действительно одна шайба раз в две минуты. Ну, а так пока все-таки вымпел не дает этого сделать. Достаточно долго команда держалась. Но вот, к сожалению, ничего не хватает вымпелу, так это бросков по чужим воротам. Поскольку голкипер команды Хамзат Евулоев, команды Армада, просто отдыхает. В третьем периоде его особо не беспокоит вымпел. А вот его визави Даниэль Чебоксаринов раз за разом вынужден выручать. Сейвов, я думаю, он совершит где-то на два матча вперед в сегодняшней встрече. Ну, Армада один из лидеров, Кинг-клуб один из лидеров группы В и претендент на повышение. Там, конечно, надо бороться. Там плотная борьба наверху. Поднята рука арбитра и еще одно удаление в этой встрече. Сейчас по таблице еще раз пройдемся. Ну, а сначала разберемся, кого удаляют. У вымпела Алексея Крылова. Сейчас посадят на скамеечку. Нам один из повторов голов сейчас предложили режиссеры. Ну, а удаление оно есть действительно за где-то полторы минуты до конца. Третьего периода... А, нет, Данил Гутов, подождите, подождите, подождите. Там, по-моему, дисциплинарный штраф сейчас выписывали. Хоккеисту или кого все-таки посадили-то? Кристину Майкину? Я вот так вот и не догадаюсь сразу, если честно. Поскольку, когда комментируешь матч из студии, все-таки не прочувствуешь ту атмосферу, которая творится на стадионе. И, друзья, за это я могу попросить, конечно, у вас прощения. И за коллег тоже, которые потеряли связь с ледовым дворцом Новогиреева в Москве. Находясь в Москве, потерялись связь с Москвой тоже, оказывается, можно здесь чудо какое-то в лице. Света Чебоксаринова спасает ворота команды, вратарь хоккеного клуба выемпел. Еще раз смотрим за этим моментом. Как разыграли, это здорово. Дают нам посмотреть до конца повтор, там что-то случилось. Вот почему, собственно, не можем мы сейчас досмотреть повтор, что-то серьезное с одним из игроков выемпела. Не может он подняться. Что же там произошло-то такого? Неужели такой жесткий стык, который... Скажу, что остался за кадром. Да, там была борьба. Может быть, кто-то кому-то куда-то попал. Ну, действительно, оно и сейчас с трудом, но поднимается все-таки хоккеист выемпела. И товарищ в команде помогает ему добраться до собственной скамеечки. Ну, случается, да? Случаются, к сожалению, такие неприятные повреждения. Не будем оставаться в стороне. Всегда желаем здоровья пострадавшим в таких эпизодах хоккеистам, чтобы все у них было в дальнейшем хорошо. И чтобы травма оказалась несерьезной, самое главное. Ну и ждем, когда, собственно, возобновится встреча. У нас заключительное мгновение периода. Немножко совсем осталось. Нам до последнего в этом матче перерыва. Порядка, там, двух-трех минут команда отдохнут. Вместе с ними, конечно же, отдохнем. И мы наберемся сил и новых эмоций. И мы начнем поддержать выемпел, поскольку я считаю, что второму составу выемпела сегодня дадут шансы хоккеиста Одинцова на то, чтобы запросить хотя бы одну шайбу престижа в этой встрече. Поскольку, ну, в середине периода, мне казалось, были шансы, были возможности. Вот не хватало только бросков выемпела для того, чтобы, собственно, открыть счет голам своим в этой встрече. Концовка матча Армада... Концовка третьего периода, извините, уже заговариваться по Фрейду стал. Ну, для выемпела, может быть, хорошо было бы, если бы это была концовка матча. Но нет, заканчивается время третьего периода, и команды уходят на последний в этом матче перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дамы и господа, снова добрый день! Начинается заключительный четвертый период матча Армада в Импел. 2008 год рождения в рамках Кубка Москвы. Это первый этап группы В. И очередной тур на Кубке Москвы мы с вами наблюдаем. Пока что в одни ворота, в одну калиточку выносит Армада в Импел. На их стадионе родном, на их льду. Армада играет в синих цветах. И сейчас хоккеисты Одинцовской команды наносят первый бросок по воротам. В заключительном четвертом периоде атаковал 13-й номер Никита Мурашов. Что касается голкиперов, здесь изменений на вратарских позициях нет. Даниэль Чебоксаринов у Импела и Хамзат, прошу прощения, Евулоев у Армады. Первая минута. Давайте последним посмотрим, удастся ли Одинцовцам забросить быструю шайбу. Ведь они сейчас в зоне соперника. Действительно, ну как воду глядел, друзья, действительно первый гол в четвертом периоде и есть. И в завершении этой комбинации уверенно действует Владимир Куприянов. 32-й номер команды из Одинцова. 21-0. Блэк Джек, как говорится, 21 набрано. С передачи Ли Якунина, как мы могли разглядеть на повторе, Куприянов забрасывал очередную шайбу своей команды. Вот, кстати, Куприянов-то, по-моему, сегодня еще и не отличался. Да, это его первая шайба. Он отличался уголевой передачей. Он ассистировал в том моменте, когда 19-ю шайбу Ярослав Крылов, прошу прощения, Ярослав Крылов, Крылов забрасывал сетку ворот в импел. В импел надо, опять же, собираться каким-то образом, что-то придумывать у ворот Одинцова, иначе все это, ну, уже закончится разгромом, это факт. Но вот с каким счетом выиграть сегодня Армада, вот это вопрос. И сумеет ли в импел хотя бы одну шайбу, но забросить в ворот Одинцова. И если это будет, вот, если это будет, пока будет наоборот, друзья. Будут ли праздновать свой успех кисту в импел? Армада празднует каждую свою шайбу, уверенно, уверенно отрываясь от соперника. И снова это Владимир Куперьянов. Смотрим повтор момента, и шайба все-таки пересекает ленточку, коснувшись голки, Примайкина не успевает там подстраховать, ну и шансов у нее не было. Один у Владимира с передачей Артема Буркина, кстати, он с ума сойти. И отбор, вот то, что сейчас необходимо хоккеистам. Команды выпил, ну и плюс уверенные действия в обороне, не давать себя раскатывать, ну, а индивидуально пусть атакуют. Игроки там со средних дистанций, ну и вратарь, я думаю, будет вручать. Чебоксаринов сегодня, несмотря на большое количество шайб, ну, в принципе, был неплох, да. Может быть, вот здесь, в четвертом периоде, в одном из эпизодов он мог помочь своей команде, но не получилось ничего уже страшного при таком счете. Я понимаю, какая психологическая нагрузка ложится и на вратаря, и на хоккеистов. Это трудно, да, вот смотря на табло, трудно понимать, что в 22 раза сильнее Армада оказывается на данную секунду. Но ничего, ничего, и это тоже определенный опыт. Да, понятно, что для того, чтобы стать такой же командой по классу, нужно очень много работать, нужно время. Так сразу не будет. Вот, 2008 год, год достаточно ранний, ребятам по 10-11 лет. Девчонки могут быть постарше. Ну, 11-м исполнится в основном в году следующем. Сезон переходящий. Сезон долгий, долгожданный. И вот первый этап этого сезона проходит прямо сейчас. Ледовый дворец «Вымпел» на Вагиреево, район Москвы на Востоке. Вот где мы сейчас с вами находимся. Ну, точнее, находится мой коллега, комментатор канала в спорте.ру Евгений Кубев. Но, к сожалению, Евгения мы не слышим. Потеряно с ним. Связь, которую восстановить пока не удается. И я продолжаю помогать моему коллеге из студии в Москве. С вами Сергей Богданов на четвертом периоде матча. «Армада» выбил. 22-0. Страшно смотреть не на нашу графику, но эти цифры абсолютно верны. Борьба на дальнем борту от нас. Борьба, которая выигрывает хоккейсты «Армады». Это Мурашов. Сейчас будет изобретать какую-то комбинацию передачи, с которой справляются хоккеисты выпила и убегают в атаку. В итоге москвичи. На перехвате здорово сыграл Иван Карасев. Он же эту атаку начал. Но опять без броска. Бросков по воротам нет. И без бросков порой, может быть, шайбы и влетают от своих же хоккеистов, если только. Но вот здесь чуть было не влетела шайба в ворота. Вымпела снова. Чебоксаринов на месте. Надежен дважды свою команду. В одном эпизоде он выручает и здесь фиксирует шайбу намертво. Ну а вымпел практически, я не помню, чтобы вообще атаковал ворота соперника, чтобы были прямые угрозы Гевлоеву и его команде. Чтобы он где-то выручил в третьем периоде. Я не помню по статистике, чтобы хоть один бросок даже в створ там прилетел. Может, я ошибаюсь. Может быть, было. Но вот как-то с этим надо что-то делать. Тем более, что Армада, наверное, при таком счете будет где-то недоигрывать. Где-то будет терять концентрацию, где-то пижонить. Может быть, хотя пока не видно, что вот это вот может воплотиться в жизнь. Пока ребята действительно настроены и хотят играть при любом счете. Как будто бы счет 0-0. Играют свой хоккей. И играют очень уверенно. А вот вымпел тяжеловат. Сейчас вылезти из обороны. Не доходишь. Эбдот Гордея Погонина. Арбитр останавливает встречу. Здесь будет удаление. Удаление в составе команды вымпел. Возможно, Максима Кулинчина. Арбитры сажают на скамеечку штрафников. Большинство для Одинцова. Выбрасывается в эмпел. Очень уверенно. Конечно, не будет никаких пробросов. Министерская команда. Я уже ловлю себе на мысли, что в этом возрасте вообще не фиксируются на Кубке Москвы пробросы. Я уже путаю регламенты порой между Москвой и Московской областью. Но вот здесь гола нет. Вы знаете, гола-то нет. Успевает. Все-таки голкипер. Загреть ближний угол. Смотрим еще раз за атакой и броском Владимира Куприянова, который намеревался здесь хитрик оформить, но пока рановато. Ничего, у него еще будут шансы по такому матчу. Естественно, будут шансы отличиться и наиграть на свой хитрик. Ну, по очкам хитрик он уже набрал. У него два плюс один, напоминаю вам. Но у нас сейчас к концу подходит постепенно пятая минута. Заключительного четвертого периода Армада атакует. Еще один дальний выстрел. И по-прежнему нет гола. По-прежнему большинство. У Одинцова сейчас уже выйдет пятый оштрафованный. Игрок выпила на площадку. Чуть-чуть надо подождать. Ну и все. Все будет хорошо. Или, не знаю, будет как будет. Хорошо сегодня будет точно для хоккеистов Армады. Армады выброшена шайба в среднюю зону. Вымпел действительно в полном составе. Но Армада в полном порядке. 25 номер команды сейчас проточил шайбу в атаку. Вперед Ярослав Крылов. Это было. Это ответ. Вымпел первый. По-моему, такой серьезный ответ. И есть гол. Ну, наконец. И действительно, смотрите, отмечают, отмечают это событие. Те хоккеисты выбрали. Размочили. Посмотрим, как это было. Значит, здесь была все-таки передача. Но хотя все сделал сам. По сути, хоккеист команды выбил под номером 10. Егор Ермилов. 21-1. Вот кто отдавал. И Майкина, по-моему, или Кац мог также поучаствовать в этой атаке. Ну, кто-то, в общем, там должен быть в ассистентах. Я так понимаю. Ну, что ж, это серьезно. Это шаг вперед. И это выемпел о себе заявляет. Первый такой действительно по-настоящему опасный момент. И можно сказать, 100% реализация своих эпизодов опасных. Не каждый может похвастаться таким показателем. Смотрите, на кураже еще одна атака. Выемпел. Что-то может сейчас случиться. И рядом со штангой. И вот теперь уже 50% реализация шайбы проходит рядом. Ну, почему же в эмпел так не играл сначала? Второй состав не играл с начала третьего периода. Может быть, все сейчас сложилось бы более позитивно именно для второго состава. Мы не берем 15-0 составов первых. Первых. Здесь все чистого листа. Начинается. Понятно, что по совокупности будут считаться результаты. Начислять очки тоже будут по совокупности двух результатов. Двух половин. Да, может быть, мало половин. Действительно, мало-мало половин для хоккейных коллективов, для двух составов той и другой команды. Но, тем не менее, вот такой вот формат полчаса всего лишь есть у ребят на все про все. Ну, с другой стороны, в отличие от формата 3 по 2, то здесь многим можно дать поиграть. Да, приходится делить команды на два состава. Но, тем не менее, выпал еще один шанс. И второй подряд. Ничего себе! Вот это да! Ярослав Дубейко здесь четвертый номер. Красиво, с неудобной руки отправляет черпачком шайбу. Сетку ворот команды. Соперника смотрим за этой уже комбинацией. Ну, на самом деле, напортачил здесь немножечко защитник Армады. И вот он гол. Вот он гол. И в этом голе также Иван Карасев принял непосредственное участие. Я думаю, что Карасева запишут здесь обязательно. Ассист. Ну, это вы знаете. Это 2-0 в пользу Вимпела за буквально полторы минуты. Да, но если бы вот такими отрезками считались результаты. Ну, 2-2. Счет в заключительном четвертом периоде. Армада пропустила два раза подряд. Ну, вот я, если честно, мог поверить в гол Вимпела. То, что Вимпел забросит две подряд. Вот это уже серьезное достижение, мне кажется, для команды. Жалко, да, что счет такой разгромный. Все равно в пользу Армады. И как бы Вимпел не старался. Но молодцы, что стараются вообще. Молодцы, что проявляют характер. Ведь именно так будет закаляться характер. Еще одна атака. Влетает игрок вместо шайбы. В ворота команды Армада. Да, это совсем другой хоккей пошел, друзья. Вимпел изменил рисунок этой игры. Да, первым номером играет Армада. Сейчас должна забивать команды. И забивает это, раскладывает. Вимпел открылся. Вот отсюда такой провал в обороне. И 23-2. Счет становится Никита Котик с передачей Мурашова. Да, Никита Мурашова забрасывает очередную шайбу Армады. 23-2 к середине четвертого периода. Давайте еще раз посмотрим, как Мурашов с Котиком разыграли эту комбинацию. Ну, действительно, здесь все симпл. Все просто, как по учебничку. Вдвоем выкатились на галкипера. И разобрались с ним по полной программе. Никаких шансов не оставили вратарю Вимпела. И вот сейчас еще один подход к воротам. Да, разозлились хоккейст Армады. Ну, как так можно, да? Две шайбы подряд. Вимпел позволил себе забросить ворот Одинцовского коллектива. Надо отвечать своими моментами. Теперь уже 3-2 ведет Армада. В заключительном периоде каждый период какие-то Армады, естественно, выигрывали. Вот такая вот статистика. Ну, посмотрим, что будет дальше. Сможет ли Вимпел еще раз нас удивить своей атакующей игрой. Или, может быть, все-таки все пойдет по плану Армады. У них, вы помните, был график. Одна шайба за две минуты игры. Но этот график уже немного поменялся, изменился. Рабочий график Армады. И немножко по-другому уже пошло. Чуть реже шайбы стали влетать в ворту Вимпела. Что для Вимпела, конечно, положительная новость. А для Армады, я думаю, ничего страшного в этом нет. Они снова в атаке. Бросок, который на себя принимает защитник. Добивание от всей души. Сейчас заряжал поворотом Никита Котик. Не попал. Никита поворотом. Мурашов шайбой. Котик открывается в центре. Ждет передачу. Там же в атаке мы видим Мякишева. Армада потихонечку, потихонечку разворачивает позиционную атаку. Подходит к воротам соперника, чтобы ужалить. Уколоть, судя по всему. Неожиданно это сделал. Что там такое? Неужели шайба все-таки влетела в сетку ворот? Да, в ближний угол. Мне сначала показалось, что вратарь, возможно, выручил. Но нет. Это 24-я шайба. И это Михаил Мякишев. Его атака. Котик Мякишев и Мурашов. Тройка нападений этого звена. Сработали хорошо. И Мурашов и Котик поучаствовали в этой комбинации. Они получат обязательно также очки в бомбардирскую свою копилочку. 24-2. Я уж не помню, были какие самые крупные результаты. Вот я не считаю женский коллектив, который принимает участие в соревнованиях. Я имею ввиду центр девушки. Ну, вот разгромные счета действительно были уже в этом сезоне. Были и будут. В группе В есть такие расхождения по классам. Но вот уже в группах повыше более-менее равные собраны соперники. Ну и, кстати, во всех группах, насколько мне известно, кто-то да и набирает очки в турнирном зачете. Но вот в группе В пока есть команда, которым это не удается сделать. Те же центры девушки, морские львы и выемпел. У остальных вроде там с очками дела обстоят хорошо. Ну, у Кота хорошо, у Кота очень хорошо. У Когорт средненько. Но я считаю, что у выемпела в любом случае будут шансы на то, чтобы одержать, наконец, первую победу в этом сезоне. Смотрим, давайте еще повтор. Повторов сегодня было много. В основном это были голы. Здесь гола не было. Был сейв. Сейв вратаря. Команды выемпел. Еще раз напоминаю, это Даниэль Чебоксарин. Ну вот вы знаете, я подумал о чем. О том, что достаточно много уже команд в группе В образовалось. И если такая тенденция будет продолжаться... Ну вот тенденция продолжается. Забрасывание красивых шайб. Теперь уже дальний выстрел. Поворотом оказывается точным. Это Артем Буркин. Давайте смотреть еще разочек. Принял. Обыграл. Вышел на бросок. Подстроился к кистевым. Отправил красивую шайбу в дальний угол. Ворот выемпела. Класс. Это 25-е, как я говорю, юбилейная шайба. Команды Армада в этом матче. Артем Буркин все сделал сам. И все сделал с элементами высшего пилота. Да, потому что сделал классно. 25 за... Ну, меньше. Меньше 5 минут все-таки, да. За 5 минут, хотел сказать. Ну, за 4.30 уже, да. До конца этой игры. Давачка. Сегодня наберет хоккейный клуб Армада. И продолжит гонку. Лидерскую гонку. Там же, где и лобнинские крылья снежные барсы. Там же рядышками может лететь уже синяя птица. Для которых этот сезон складывается очень даже удачного начала. Так вот, если будет все больше и больше команд. Если, допустим, до 16 коллективов дойдет на Москву. То, может быть, со следующего сезона. Я не знаю, правда, где возьмутся эта школа. Но, может быть, дозаявится из Московской области те же команды. Может быть, еще откуда-нибудь. И можно уже... Будет гораздо проще, да. Если по классам соперники будут, ну, более-менее равны. И будет поинтереснее. Не будет таких счетов, как 25-2, например. Или еще тому хуже. Почему бы не создать группу D. Если будет большое количество участников на Кубке Москвы. Это будет, по-моему, даже впервые такое случится в истории. И мы станем этим, ну, свидетелями. Я думаю, в федерации могут задуматься об этом. И также проводить первый этап не в один круг, а в два круга. Если будет по 8, допустим, команд. Ну, пока 13 команд. И вот поэтому, наверное, собственно, ни о какой группе D речи не идет. А группа... Ну, вообще, группа G, да, получается, поскольку русскими буквами обозначается. Аббг, да. Вот тогда... Хотя это не имеет никакого значения, латинскими буквами указывать или русскими. Ну, раз Кубок проводится в России, Кубок Москвы, значит, русские буквы надо использовать. Я думаю, это логично. Ну, а всего три этапа. Как мы помним, на этом Кубке, да и знают команды, поскольку уже второй сезон. Хоккейные коллективы, которые сейчас на площадке. Ну, я имею в виду, во-первых, вымпел. Да, Армада с этого сезона только заступила в Кубок Москвы. А так и вымпел, кстати. Между прочим, и совсем чуть-чуть не хватило. Хоккеистам из Новогиреева для того, чтобы третью свою шайбу отправить в ворота Одинцова. Так вот, для Армады это первый сезон, стартовый сезон на Кубке Москвы. И для вымпел это уже второй сезон именно на этом турнире в таком формате. Да, до этого, конечно, выступали еще хоккеисты. Был и усеченный формат. Есть такой турнир Кубок Федерации Москвы, хоккей Москвы. Ну, там как раз-таки идет классификация команд. Но это было уже давно. И об этом, наверное, уже не будем вспоминать. Карьера началась, спортивная такая серьезная карьера у хоккеистов. И она продолжается в этом сезоне 2018-2019 года. Армада. Что придумает сейчас Армада? Шаги от гола. Опять в каких-то сантиметрах от него находились хоккеисты. В синих цветах. Там же и Мурашов был в атаке. Там же, возможно, было добивание. Но, в общем, ударно работают нападающие сегодня у Одинцова. Две минуты. Последние две минуты сейчас стартуют. Харьковский. Или Харьковский. И вот здесь вот, вы знаете, я не знаю, как правильно ударение ставить. Я знаю то, что 26-я шайба влетела только что в сетку ворот. Но это был Никита Мурашов. Снова Мурашов и снова Котик тоже ему в подыгрыше ассистировал. А вот они вдвоем, собственно, этот гол и придумали. Но еще время есть. Возможно, еще шайбочку мы здесь увидим в этом матче. 26, мама дорогая, 2. Армада сегодня в хорошем расположении духа поедет в Одинцово праздновать этот успех. Ну, а вымпелу надо просто, опять же, не думать об этом результате. Сыграли, все, живем в настоящем. Думаем о предстоящих поединках. Готовимся и на тренировках отрабатываем ошибки, которые допустили в этом матче. Ну и растем, растем, растем и прибавляем в классе. Тренируемся. Это я от лица вымпел уже, как так говорю. Но ребята сами все прекрасно понимают, и тренеры должны будут поработать с командой, естественно. Ну и тем более, что у вымпела на пути соперник, который им по зубам. Это центр девушки 3 ноября сыграет вымпел у себя дома, здесь же, в Новогиреево, против хоккейного клуба центр девушки. Ну вот пожелаем ребятам удачи. Ну, девчонкам тоже удачи пожелаем, чтобы игра получилась корректной, чтобы игра получилась не грубой и чтобы победил тот, кто этого будет достоин. Ну а что касается хоккейного клуба Армада и их календаря, то у них на пути, как я понимаю, тоже центр девушки. Ну и пока, если верить календарю... Да и почему его не верят? Команд в группе В Армада будет отдыхать и сосредоточиться на выступлении в открытом первенстве в Московской области. Ну а что касается клуба Москвы, то центр девушки будут им противостоять. То есть у Армады есть шанс за два матча забросить больше 50 шайб, как мне кажется. Календарь у Одинцовской Армады. Ну а вот потом супер матч. Крылья лобня Армада Одинцова. Вот это надо видеть. Вот это надо смотреть. 24 ноября я очень надеюсь, что этот матч попадет в эфир. Но вот все-таки до драки здесь дошло. Ну куда же без хорошей драки-то в хоккее? Как же он может обойтись? Да, ну вот еще и такие вот дела. Сейчас будет масса выписана штрафов. Как я понимаю, тут массовая драка случилась. Ну все, относительно, конечно, не команда на команду. Но тем не менее, надо арбитром здесь подумать. Кого, куда и почему. Тем более, до этого еще были удаления. И там, по-моему... Кто-то даже со скамейки запасных вылетел. Ой, ну началось. Вот сейчас точно кто-то выйдет со скамейки запасных. Ну смотрите, этот конфликт не исчерпан. Вот это уже будет дисциплинарный. Ага! Ну сейчас еще и, собственно, большой дисциплинарный штраф. Видимо, получит Максим Кулинчин за покидание скамеечки запасных. Драка продолжается. Тут уже полный UFC. Ребята, видимо, смотрели. Хабиба и Коннора. И... Тоже у них какая-то личная неприязнь друг к другу образовалась, да? Кто-то кому-то что-то сказал или сделал. В общем, омрачается эта встреча вот этой вот массовой дракой. И совещание арбитров, я думаю, здесь может затянуться далеко и надолго таким темпом. А мы будем ждать вердикта. Ждать, собственно, того, когда же игра возобновится. Ну, меньше минуты, вы видите? Меньше минуты. Остается. До конца этой встречи. Ну, мне остается только смотреть в онлайн статистику, кому будут выписываться штрафы в этой ситуации. Кто-то получит по 20 минут, кто-то по одной. Могу сказать точно, кому здесь дисциплинарные. Артему Буркину из Армады, Максиму Кулинчину из Вымпела точно по 20-ке здесь влепит Кулинчину. Мы видели, как ракета промчался со скамейки запасных и вмешался в конфликт. Вот эту буст скорость в игру, он с такой скоростью летел, что мог объехать любого игрока и выйти один на один в игре. А все свои силы и скоростные он приложил для того, чтобы вмешаться в этот конфликт. Артем Буркин улетел туда же с другой скамейки. Не выдержали нервы у игрока. Плюс... Также Никит Котик, возможно, там поучаствовал. Ярослав Крылов у Армады тоже, может, по минуточке за грубость. У Вымпела Даниил Гутов. Гордей Погонин. Гордей Погонин по минуте штрафа. У Гутов был уже штраф, да, до этого за подножку удалили. Вот Погонин здесь за грубость. Получит минутку, думаю, не более. Вот такие вот вердикты, скорее всего, выпишет. Может, кого-то забыл, может быть, будут еще какие-то санкции, но, опять же, это незамеченным не останется. Нам повторяют зачем-то сейчас вот этот вот конфликт. Какие-то, вы знаете, товарищ судья, вы оригинально сейчас так поднял арбитр хоккеиста. Ну, а как еще там разнять, действительно. Ну, ребята еще весят не так много, поэтому их так легко можно поднять и утащить из зоны конфликта. Пока пауза, мы смотрим моменты этого матча. Мы видим и повторы голевых атак. Вот одна из них в исполнении Армады. Еще одна комбинация, которая приводит к голу. Это все повторы, друзья. Но в нашей графике как раз-таки об этом вам сигнализирует. Повторы опасных моментов и голов на ваших экранах. И в основном это действие Одинцовской Армады. Хотя, еще раз напомню, что был отрезок порядка, даже не полутора минут, порядка минуты, если верить официальным данным. За минуту где-то кисты вымпела забросили две шайбы в ворота команды Армада. Егор Ермилов и Ярослав Дубейко. Это сделали. Вот, пожалуйста, вам и голы вымпела вашему вниманию. Ну, я уж не знаю, сколько там еще будут решать рефери по поводу этого эпизода, по поводу инцидента в этой встрече. Стоило ли здесь вообще драться при таком счете? Ну, кто здесь провокатор, кто прав, кто виноват? Вот хороший вопрос. Какие-то прям дискотечные у нас дают режиссеры повторы. И даже ничего не разобрать. Ну, помимо тех моментов, которые игровые были, там вот все четко было сделано. Ну, что ж, товарищи судьи, можно ли продолжить этот матч? И вообще, стоит ли его продолжать? Или можно закончить уже все действия? Ну, официально, конечно, надо продолжать. Надо доиграть оставшееся время и избежать конфликтов. Желательно. Избежать конфликтов в дальнейшем. И в концовке встреч, как мне кажется, по логике может очередной конфликт состояться. Сейчас скамейки опустили запасных у команд. И масса игроков сейчас поедет в боксы для оштрафованных отбывать положенные наказания. Даже не знаю, о чем еще можно поговорить после увиденного. Ну, о том, что Армада по делу ведет. И по делу сегодня наберет 8 очков в турнирной таблице. Будет на 2 отставать, скорее всего, от Лобни. Лобни идет без потерь. Команда Крылья очень-очень-очень здорово выступает в дебютном своем сезоне. И вот как раз-таки на Кубке Москвы может так получиться, что в группе В именно подмосковные команды будут властвовать и править. Доминировать. Еще игроки уходят на скамейки для оштрафованных у команды. Нет, не на скамейки уходят, а на поле они. Возвращаются. И в каком формате сейчас продолжится играть? 4 на 3. Видимо, так в пользу Одинцова. По окончании встречи посмотрим еще раз момент четвертого периода. Хотя, мне кажется, в эту паузу мы уже увидели все, что можно. Ну, так уж у нас принято. Итак, неужели мы продолжаем, друзья? Неужели это сейчас случится? Действительно. Поехали дальше. Посмотрим, как будут вести себя ребята на площадке. После вот этого серьезного массового конфликта. Будет ли продолжение? Ну, пока, видимо, этих заводил-то нету на поле. Ну, и видим, что пока никаких конфликтов и ситуаций не случилось. Выпил в атаке. Может сейчас красиво закончить эту встречу, забросив в третью свою шайбу. Нет, не получается этого сделать. Еще раз подняты рука арбитра. Все-таки был там повод для удаления. Ну, опять 25. Арбитры, товарищи, вмешать не надо здесь продолжать вот эту вот драку. Лишнее это совершенно. Главное сейчас двум рефери уследить за ребятами. Ну, и на этом арбитры останавливают встречу. Да, матч завершен, друзья. Ну, а мы уже наслаждаемся лучшими моментами четвертого периода. Для вас из студии в Москве комментировал третий и четвертый период этого матча Сергей Богданов, комментатор проекта в спорте.ру. Евгений Якубев, мой коллега, начинал этот репортаж. Всем большое спасибо за внимание и до встречи на матчах Кубка Москвы, открытого Пермства Москвы и Пермства Московской области. До свидания, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...